Шалом! Вопрос хороший. Приносит назидание всем. Уже вопрос услышал и уже назидаешься. Хороший вопрос расставляет в разуме человека все по местам. Услышал вопрос и все понял. Дает понимание и знание. А есть не очень хорошие вопросы. Например, я очень сильно боюсь двух видов вопросов. Первый вопрос, когда спрашивают глупец. Почему? Потому что Библия говорит, не отвечай глупцу по его глупости. А другой текст говорит, отвечай глупцу по его глупости. Нужно что-то найти in between. Вот попробуйте ответить. Это непросто. И второе, боюсь фарисейских вопросов. Когда человек знает уже все, но вот он так с подковыркой спрашивает и трудно ответить и не знаешь правильно или нет. Хорошо. С Божьей милостью читаем некоторые вопросы, получаем ответы. Не знаю понравятся они или нет. Это уже ваше дело. Но постараемся. Вопрос такой. Здесь он по-английски, но я перевожу сразу на русский. Почему много интеллектуалов в наше время отвергают Господа? Вот о том, что слово Господа. Хочу сказать, интеллектуал это не значит, что он человек мудрый. Библия прямо говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Он вот такой. Человек, который не имеет Бога, он без ума. Кстати, хочу сказать, не так уж много интеллектуалов и отвергают Господа. Просто атеисты имеют больше доступа к средствам массовой информации. И они просто brainwash наши головы, и нам кажется, что их много. А на самом деле не так. Другой вопрос с другой оперы. How does a girl have to act when she is near guys? Такой вопрос. Ответ простой. Как овца среди волков. И еще один вопрос. How should a girl dress? Ответ целомудренно, скромно, интеллигентно. Сестрички наши должны одеваться целомудренно, скромно, интеллигентно. Объясните, пожалуйста, почему сестрам нельзя распускать волосы? Ну, распущенные волосы, это, знаете, как оно связано, все наша личность, правда, внешность связанная с внутренним. Поэтому распущенные волосы, они где-то ассоциируются с распущенным сердцем, с распущенным внешним видом и с распущенным поведением. Так что делайте выводы сами. Ну, не у всех. Зашумели уже. Сестры сразу начали прибираться, как положено. Молодцы, спасибо. Почему у сестер всегда большие требования к братьям? По поводу размеров свадьбы, по поводу внешности брата. Всегда ждет принца какого-то или немца. Почему так сложно с ними познакомиться? Так и написано, друзья, так что тут братья-немцы, это, наверное, к вам. Ну, ответ тоже скажу так. Не суйся к принцессам. Да. Выбирай лучше, ищи попроще по своему уровню. А правильно, если там молодой человек задал что-то, он хочет познакомиться, тяжело, сестрички от него нос воротят. Скажи отцу. Он как Авраам Исааку найдет тебе невесту, и все нормально будет. Вот еще вопрос. Кто-то залез ко мне в сумку, и оставил вот это, call мне, 623, и там дальше телефон. Позвоните 911, если к вам в сумку залезли. Почему кажется, что трудно читать книгу Левит, числа и второзакония? Друг дорогой, это только кажется. Читать очень их нетрудно, и они весьма назидательные. Бог своего сына отдал, или сын сам пошел добровольно. Бог отдал своего сына, а сын пошел добровольно исполнять волю отца. Вот задали такой вопрос. Здесь вопрос тоже по-английски, такой смысл. Правильно ли нам читать книгу Откровения, для чего она нам нужна, чтобы нам, скорее всего, готовиться к тяжким временам? Я хочу сказать, друзья дорогие, когда мы читаем Священное Писание, включая книгу Откровения или книгу пророка Даниила, это не столько для того, чтобы готовиться к тяжелым временам, хотя и это важно, но более важно о том. Книга пророка Даниила, книга Откровения, говорит о том, какой наш великий Бог, который контролирует все во Вселенной. Какой у нас чудный и прекрасный Бог, который нам открывает будущее и говорит, что будущее в руках Господа. Он контролирует все, включая даже то, что может сделать Сатана и Антихрист. Господь имеет полный контроль, так что эти книги говорят не только о том, как готовиться, но и о великом Боге. Как мудрецы фараоновы превратили воду в кровь? Если Арон превратил воду в кровь по всей земле египетской. Ну, друг дорогой, тут надо читать детально. Там написано, что не всю воду, которая была в Египте, а Арон превратил воду в реке. Поэтому еще осталось и для слух фараона также. Вот еще вопрос. Почему в Бытие 1.26 написано, что сотворим человека по подобию нашему? Почему нашему? Хороший вопрос. Дело в том, что в сотворении человека участвовала Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Кстати, евреи, которые не признают Троичность Господа, они так и не могут объяснить это слово, почему Троица множественное число. Господь действительно участвовал в том, чтобы сотворить человека. Они участвовали Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Здесь вопрос такой. Любовь Божия сильнее греха? Стоит вопросительный знак. Если да, то почему грех преодолел любовь Бога, которую Он нам дал и которой Он нас сотворил? Ну, дело в том, что человек сам добровольно принимает грех и он помогает греху. Можно так сказать, что когда человек отвергает любовь Божью, принимает решение отвергать, то он тогда помогает греху и делается грех крайне грешен. Хочу сказать, друзья, какой самый страшный грех? Помните, какой в Библии самый страшный грех? Самый тяжелый? Не веря. Хорошо, еще. Так, еще, правильно, хорошо. Сребролюбие тоже есть, вот кого что есть, сразу вспоминается. Хорошо. Друзья, дорогие, один из самых тяжелых грехов – грех против первой заповеди. Как она звучит? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Поэтому, когда мы не любим Господа, это, можно сказать, даже тяжелее, чем другие грехи. Почему у нас нельзя хлопать? Пожалуйста, объясните, подтвердите Библии. У нас нельзя хлопать, потому что на богослужении не хлопают. И в Библии прямо сказано, открываем второй псалом, псалом Давида. Давайте прочитаем это место. Попросили объяснить Библию. Вот мы читаем. 2.11. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Прямо сказано, как нам поступать. Иногда сразу могут пойти вопросы, я уже наперед отвечаю, говорят, Ну, ведь же Давид плясал и хлопал, и в других местах сказано, восплещите все народы. Все это есть. Давайте мы будем отличать богослужения или какие-то праздненства, народное торжество, где люди могут по-разному себя вести. Когда священник приходил в присутствие святого Бога, он никогда не хлопал. Мы говорим о богослужении, на котором присутствует Господь. Что делать, когда сын настаивает на том, что он и его жена по-своему воспитывают? Правильнее, чем учат его родители. То есть, видно, это, наверное, родители или сын написал о том, что родители вмешиваются в воспитание детей. Говорят, ты неправильно воспитываешь, надо так или иначе. Ну, с одной стороны, прислушиваться надо, с другой стороны, если это написали родители. Родители дорогие, сожалейте о том, что вы не вложили в сына своего, не научили его правильно воспитывать своих детей. Кстати, молодежь дорогая, если вы не научены, как воспитывать детей, не женитесь. Проблемы будут. Дорогие братья, хотелось сказать, что вам очень идут брюки. Спасибо. Сестры в приличных юбках, а братья в красивых брюках. Давайте стараться выглядеть красиво, прилично и достойно звания дочки сына царя. Аминь. Так где вы видели братья в юбках, правда? Блуждает ли душа после смерти 40 дней? Вот такой интересный вопрос тут возник. Блуждает ли душа после смерти 40 дней? Нет, не блуждает. Она сразу же идет туда, куда заслужила. Помните слова Иисуса Христа разбойнику? Ныне же будешь со мной в раю, правда? Не через 40 дней, сразу. Поэтому душа сразу идет туда, куда определено ей место. Может ли член церкви быть милиционером? Что поэтому говорит Писание? Задача полицейского поддерживать законы государства. В Библии, давайте прочитаем про полицейских. В Писании сказано вот так, римлянам 13 глава 4 стих. Давайте прочитаем. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмстителю наказания делающему злое. Полица – это Божий слуга. Поэтому не превышайте скорость и не убегайте от Божьих слуг. Вот. Может ли быть милиционером? Ну, я хочу сказать так, что когда ты будешь исполнять волю Господа, которую Он тебе определил, я думаю, ты не будешь спрашивать, нужно ли можно быть милиционером или нет. У Господа для Его детей есть конкретное назначение. Давайте еще одно место прочитаем, потому что здесь вопросов-то много, может быть, мы разобьем, потом еще будем вместе размышлять. Хорошо. 1 Коринфянам 7 глава. Вот здесь объясните, пожалуйста, место в Писании. 1 Коринфянам не сказано, какая глава, сразу 26 по 28 стих. Ну, и я попытался найти это место, их несколько мест. Но вот давайте откроем 7 глава. Я так понимаю, что брата это волнует или сестру. С 26 по 28 стих. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я не знаю, что тут объяснять. Не ищи жены? Сама найдет. Вот свой час, свое время. Господь через апостола Павла призывает нас к тому, чтобы нам направить свои цели жизни на служение Господу. И тогда семейные вопросы решатся, друзья дорогие, благословенно и очень хорошо. Аминь. Хорошо. Благодарю за это.